Сентябрь 1942 года. Фашистские войска возобновляют бомбардировку осаждённого Ленинграда. Тысячи измождённых голодом людей гибнут под артобстрелами. Во время очередного налёта двое подростков укрываются в подвале старого дома. Через несколько минут в здание попадает снаряд, и оно мгновенно превращается в груду битого кирпича и стекла. Но дети чудом спасаются. Их успевает вывезти из подвала какая-то женщина. Только через 40 лет они увидят лик своей спасительницы и узнают её имя. Святая Ксения Петербургская. Ксения Блаженная всю жизнь прожила в одном городе. Здесь, в Петербурге. И никогда не покидала его пределов. Но вот что удивительно, её почитают во многих городах. И не только в России. В ночь на 9 мая 2010 года на шахте Распадская в Кемеровской области происходит мощный взрыв. Под землёй находится 359 человек. На место аварии срочно направляется отряд спасателей. Более 200 человек удается вывезти на поверхность. Однако почти сразу звучит второй взрыв. О судьбе оставшихся под завалами людей ничего не известно. В дни трагедии отец Сергий вместе с прихожанами молился о спасении всех, кто находился в Распадской. Ксения Блаженная, спавшийся твоими молитвами от бед и скорби и всяких напастей. Он на судьбу рано с тобой. В миру его зовут Сергей Павлов. Он сам бывший шахтёр. 15 лет спускался в забой. И хорошо знает, что в острых ситуациях счёт идёт буквально на секунды. Я работал ещё на проходке Большого Байкальского тоннеля, где действительно рушилась кровля, и по дренажной канавке мне приходилось из-под завала выползать. Когда шахтёр идёт в забой, он прекрасно понимает, что он может оттуда не вернуться. Родные горняков Кемерово просили о помощи Блаженную Ксению Петербургскую. Те, кому удалось выжить, благодарны именно этой святой. Я думаю, Ксения Блаженная помогает. Несколько раз было даже немножко страшновато эту помощь принимать, потому что буквально она бывала прямо через несколько часов. Её так и называют – скорая заступница. Здесь к ней обращаются многие. В храме можно увидеть десятки посланий. Все адресованы святой Ксении. Сейчас мы почитаем, что здесь люди просят у святой Блаженной Матушки Ксении. Матушка Ксения Петербургская, «Помоги мне, рабе Божией Валентине, быть здоровой. Детям моим, рабам Божьим, Ларисе и Олегу, быть здоровыми. Сыну Олегу, деток малых. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Вот таких записок скапливается, ну, сотнями здесь у нас. Этот храм построен на месте одной из бывших шахт и посвящен известной петербургской Блаженной. Она была канонизирована сравнительно недавно. Однако люди почитали Ксению за святую еще при ее жизни. Но все ли мы знаем о ней? Нам, как всегда, не повезло с погодой. В Петербурге дожди, сильный ветер, поэтому пришлось даже арендовать машину. Кстати, город что-то сегодня перегружен автомобилями. Честно. Как будто так очень плотненько. Я что-то не очень уверен, что мы едем в правильном направлении. Но, по крайней мере, душа меня ведет именно сюда. Петербуржцы называют эту святую своей покровительницей. Здесь ее имя известно каждому. Вот Малый проспект Васильевского острова. Где-то здесь должно быть кладбище. Извините, пожалуйста, не подскажете на Смоленское кладбище вход? А нужно через мост и направо сразу. И направо сразу же. Спасибо большое. Мост переезжаем. А куда направо? Ничего. Вот и место. Ну что ж, наконец-то добрались. Смоленское кладбище. Сюда стараются приехать все православные верующие. Здесь похоронена святая Ксения Петербургская. Люди знают, на ее могиле можно попросить обо всем. И она обязательно поможет. Извините, а вы не подскажете, как пройти к Ксении Петербургской? Чуть-чуть вперед и налево. Спасибо большое. Простите, а куда эта очередь? Это вот часовня. Часовню к мощам? Да. Поразительно, какая большая. Нескончаемая очередь паломников. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, люди готовы часами стоять, чтобы попасть к мощам Ксении Петербургской. Ну что ж, я тоже занимаю очередь. Вы можете пойти сначала записку написать. И матушка Ксения за вас будет молиться перед Богом, и все ваши молитвы будут услышаны. Извините, а не подскажете, где тут можно записку написать? Да, нет, там все. Спасибо. Спасибо. Поразительно. Люди пишут свои желания, и Ксения обязательно их исполняет. Ну, по крайней мере, так говорят. Люди стоят в очереди к святой по несколько часов. Девушки мечтают о женихах, семейные люди о благополучии близких, здоровье и хорошей работе. Извините, можно задать вам вопрос? Да, конечно. А вот что вы сейчас делаете здесь, у стены? Свое желание записано на бумажке. Можно положить в урночку, там специально урночка стоит. Потом пройти вокруг храма три раза, а чтобы еще лучше прислониться к стенам и полностью закрепить. Ой, и почему именно три раза? Ну, считается, что три священное число. И кроме того, как оставляешь свой свет. Ксению Петербургскую, не стесняясь, просят помочь даже в мелочах. Например, эти студентки хотят удачно сдать экзамены. Но большинство людей приходят все же с серьезными проблемами. Когда дети были маленькие, и я еще одна их воспитывала, у сына поднимается температура, позвонила своему батюшке. Он говорит, бери Акафист, читай трижды. Пока я читала третий раз Акафист, сын говорит, бабушка, бабушка. Когда утром он проснулся, температуры у него не было. Я показала ему икону Ксении Блажиной, он сказал, да, мама, это бабушка. Ксения Григорьева, жена певчего Андрея Федоровича. Странствовало 45 лет. Всего жития на земле было 71 год. Удивительно, что о юродивой сохранилось только информации. Даже имя мужа и его профессия. Кроме этой надписи у могилы Ксении Петербургской, сведения о ее жизни собраны в коротком житии. Оно было издано через сто лет после смерти Блаженной. Еще до официальной канонизации. Долгие годы эту информацию никто не проверял. Мы задались вопросом, можно ли найти подтверждение всем этим фактам. В каких картах есть точный адрес дома Ксении Петербургской? Почему богатая горожанка решила стать нищеблаженной? И в чем загадка пророчеств святой Ксении? Под куполом Исаакиевского собора в архиве хранятся старые карты и атласы Петербурга. Обалдеть! Вот это масштабы империи. Вот это я понимаю. Здесь должны быть сведения о доме, в котором в 18 веке жила святая Ксения Петербургская. Тогда ее еще звали Ксения Григорьевна Петрова. Где сейчас можно посмотреть карты Петербурга того времени? Пожалуйста, прошу вас. К ответу на вопросы приходится идти трудным путем в самом прямом смысле этого слова. Всего лишь 121 ступенька. Какой-то темный коридор здесь. Поразительно. Может быть, не туда? А, тут есть звоночек. Все как в средневековых замках. Ну, зато надежное хранение. Надежное. Какие необычные перчатки. Это специальные, да? Специальные для работы с бумагой. Да, вы хотели уточнить адрес? Да, да. Адрес Петербурга, где можно найти интересующий вас адрес. Вот это страница. Значит, смотрим, да? Так, вот он, Малый проспект. Так, переулок. Так, вот Большой проспект. Значит, это где-то здесь. Кажется, мы нашли этот дом. Кстати, отсюда, с Исаакиевского, может быть, мы его даже увидим. Ну, вот последние 10 ступенек, и я наверху. Это самая высокая точка Петербурга, которая доступна людям для обзора города. Сейчас попробуем посмотреть, видно ли улицу, где когда-то стоял дом Ксении Петербургской. Вот видите храм? И вот чуть дальше там вот Большой проспект проходит. И вот там находится как раз эта улица. Так, нам, наверное, сюда. А карта, значит, так будет. Значит, нам сейчас надо туда направо, если никаких вариантов нет. Если верить источникам, где-то здесь происходили главные события в жизни Ксении Петербургской. В 23 года она вышла замуж за певчего Андрея Федоровича Петрова, после чего супруги как раз и поселились в доме на Лахтинской улице. Ну, это, походу, здесь где-то. И вот этот дом. Но ошибиться невозможно на плане указанное именно это место. Этот участок занимал полквартала, и там находился дом, две пристройки. Хозяйство большое было у них? Хозяйство большое, корова, коза, курицы. Прямо здесь? Да, обязательно. Таковый угол был недалеко, на Чкаловском проспекте, но рядом там были пастбище, и можно было пасти. Зарплата у него была хорошая, около 20-25 рублей в квартал. Ну, в общем, обеспеченные были люди? Очень обеспеченные. Однако, никаких подробностей о муже святой Ксении не сохранилось. Мы знаем только его имя и профессию. В житии написано, что муж Ксении служил певчему императрице Елизаветы Петровны, то есть в придворной певческой капелле. Судя по всему, он ходил сюда на службу. Известно, что императрица любила хорошее пение, до такой степени, что сама набирала певчих. Голосам прекрасным она давала даже чины воинские. Вероятно, вот этот самый Андрей Федорович получил полковника за то, что он так хорошо пел. И при этом, конечно, он был духовным человеком, несомненно. Знакомые коридоры. Когда-то я здесь тоже пел. Сегодня здесь репетирует певческая капелла Санкт-Петербурга. В определенном смысле ее можно считать наследницей императорской придворной капеллы. Прямо мурашки бегут. Возможно, на этой сцене когда-то пел и муж Ксении Петербургской. Но сохранились ли какие-то данные о певчих прошлых лет? К сожалению, архивы капеллы несколько раз горели, уничтожались. А вот известно, Петров каким певчим-то был? Хорошим певчим? Плохих певчих здесь быть не могло в капелле, потому что отбирались они по всей империи. И капелла ведь на протяжении нескольких веков являла собой музыкальный лик России. Выходит, Андрей Петров был образованным человеком и обеспечивал семье достойное существование. Правда, семейное счастье было недолгим. Та любовь, которая существовала между Ксенией Григорьевной и Андреем Федоровичем, она была настолько необыкновенной, что это все замечали. Она любила так своего глаголевого супруга, что и жить без него не могла ни минуты. И, конечно, когда он умер, то для нее это была большая трагедия. Ксении едва исполнилось 26 лет. Несколько дней она оплакивала мужа, отказываясь от пищи и воды. А в день похорон вышла в мундире Андрея Петрова и сообщила всем, что Ксения умерла. С этого момента и началась история блаженной. Женщина, которая, похоронив мужа, посвятила свою жизнь Богу. Это одна из самых ярких историй любви, как у Шекспира в «Ромео и Жульетте». Правда? С другим финалом. Эта история недавно появилась на сцене Александринского театра. Судьба петербургской блаженной заинтересовала московского режиссера Валерия Фокина. Захотелось сделать не житие, поскольку театр светское учреждение, а взглянуть на этот подвиг ее с совершенно другой стороны, как подвиг любви, как подвиг отречения. для меня важно, как человек, совершил вот этот подвиг, заключающийся в том, чтобы отмолить, так сказать, грехи любимого человека, то есть через любовь к одному человеку прийти к любви ко всем. Это выход на сцену, но нам туда нельзя. На сцене Ксения совсем иная, чем та, которую можно увидеть на иконах. Хрупкая, потерянная девушка, добровольно отказавшаяся от всего, от желаний, от страстей, от разума. Это не вам, что ли? Это вы, вы, пустой, поколите вы! Тяжело было вообще вот входить в этот образ юродивой? У меня было очень сильное сопротивление. сопротивление внутреннее? Конечно. Мне не хотелось себя так открывать. У меня, я помню, было ощущение такое, что я как голая была. На мне ничего не было. Я вот в этом смысле была вообще не защищена. Вот как часто мы себя защищаем, это наоборот, надо было себя освободить от всего этого. Юродивые не только отказываются от имущества, не только отказываются от каких-то материальных ценностей, они отказываются от собственной воли, от большой жирной буквы Я. И все цело подчиняют себя воле Божией, промыслу Божией. Ксения раздала все, что у нее было. Отныне она до конца жизни будет ходить в одежде умершего мужа, жить на улицах Петербурга и молиться за его жителей. И очень быстро люди заметят, что странные фразы, которые произносят Юродивая, имеют обыкновение сбываться. Как Юродивая предсказала смерть трех российских императоров? Где хранится копейка Святой Ксении? И какое пророчество увидела Блаженная в надписи на фасаде Михайловского замка? В истории императорского дома много темных страниц. Например, однажды российский трон перешел двухмесячному младенцу. Но он так и не был коронован, а вместо дворца его ждала тюрьма. Это случилось после смерти императрицы Анны Иоанновны. В силу оставленного завещания императором российским провозгласили ее внучатого племянника Иоанна Антоновича. Однако царствование младенца было недолгим. Через год произошел дворцовый переворот, устроенный дочерью Петра I Елизаветой. Семья Иоанна Шестого была отправлена в ссылку в архангельское селение Холмогоры. А 15 лет спустя Иоанна Антоновича перевезли в Шлиссельбургскую крепость. Стража получила указание убить арестанта, если его попытаются освободить. Здесь реки налились кровью, здесь каналы кровавые, здесь кровь. Так, за две недели до рокового события Ксения Петербургская предсказала судьбу российского императора. 2008 год. В селе Холмогоры при раскопках у церкви Успения Богородицы российские археологи находят странный саркофаг. Внутри останки молодого человека. Ученые предполагают, что это необычное захоронение. Обнаружилось повреждение на левой лопатке, явно шпажный прокол. Обнаружилось перелом ребер справа, перелом основания челюсти справа. Сильный очень удар был по голове, который привел к образованию трещин в основании черепа. Перелом верхнего шейного позвонка. Погребен саркофаг в почетном месте, как хоронили только царственных особ. При детальном обследовании обнаруживают изменения костной ткани. Похоже, молодого человека много лет держали в заточении. Человек умер насильственной смертью и похоронен здесь. Проведя тщательную экспертизу, ученые делают сенсационное заявление. Обнаруженные в холмогорах останки с большой степенью вероятности принадлежат тому самому загадочному русскому императору молодому Иоанну Шестому. В 1761 году он действительно был заколот тюремщиками, а тело вывезли из Шлиссельбургской крепости и спрятали. Блаженная Ксения предвидела все, что должно было произойти и не только с малолетним императором. Мне кажется, что она видела еще дальше вперед, потому что очень скоро, через сто лет фактически, действительно потекли в Петербурге реки крови, когда совершилась революция. И вот так вот думаю, что Еродиевы видели гораздо дальше, чем даже мы предполагаем. Они видели там вообще, может быть, до второго пришествия жизнь своей. Самые известные пророчества Ксении относятся к судьбам русских императоров. Блаженная предсказала смерть Иоанна Шестого, Елизаветы Петровны, а 40 лет спустя год смерти Павла Первого. Дома твоему подобает святыня Господня во долготу дней. По легенде, Блаженная Ксения предсказала императору, что он проживет столько лет, сколько букв в этом библейском изречении. Ровно 47. Это надпись «Новодел». Правда, точно такие же буквы были выбиты на фронтоне Михайловского замка сразу после окончания его строительства. Можно верить или не верить, но когда император Павел Первый был жестоко убит в своей спальне с заговорщиками, ему действительно было 47 лет. Промыслом Божьим Ксения Блаженная жила, можно сказать, на переломный эпох, и жила в городе Наневе, в северной столице. И она не могла быть вне того, что будет с Домом Романов, что будет с Россией, что будет с царской династией. Ей по благодати Божьей все было это открыто. О прозорливости Юрозевой в Петербурге ходили легенды. Ей часто предлагали деньги, но она сразу отдавала их тем, кто нуждался, как ей казалось, больше. Себе оставляла лишь копейку, которую называла «Царь на коне». К удивлению, мы находим монету, которая когда-то могла побывать в руках святой. Может быть, здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы батюшку найти? Вы, вот, в изделении. Да, 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 да. А подскажите, где тут икона чудотворная? Это новая икона святой Ксении, но она уже считается уникальной. На этой иконе, как видите, блаженная Ксения держит в правой руке грош. Вот здесь вот грош, да. Как на иконе-то очутился этот грош? Пришла одна женщина в храм и сказала, у нас в доме, в семье хранится вот старая монетка, может быть, она вам как-нибудь пригодится. Рассмотрев подарок, отец Геннадий ахнул от удивления. На монете стоял год изготовления 1782-й, а на обороте он увидел того самого, царя на коне. Как минимум, вот такую монетку, подобную монетку Ксения-то и благословляла, а как максимум, может, это одна из тех самых монеток. Еще при жизни блаженной считалось, что все монеты, которые она держала в руках, приобретают чудесную силу. Однажды, она увидев свою, можно сказать, духовную дочь на улице Петербурга, достала ей целый пятак и сказала, держи пятак, потухнет. И это вот пятак, ну, конечно, наверное, не тот самый, можно посмотреть, но точно такой. Ну, я вам его так вручу со звоном, со звуком. Вот пятак, уже, видите, по самой массе можно почувствовать, что это уже было солидное. Да, тут, да, 1788 год. Царствование Екатерины II. Вот, и с этим пятаком, недоумевая, размышляя, что бы это могло значить. Не такой тяжелый пятачок-то. Да, это раба Божья отправилась домой и, подходя к дому, увидела, что из окон пошел дым. Она успела потушить пожар, а, наверное, этот пятак хранила всю оставшуюся жизнь, наверное. Я думаю, да, на всякий пожарный, как говорят, на русском. Маленький грошек отец Геннадий решил прикрепить к самой иконе. Совсем скоро ему было суждено убедиться, что икона стала чудотворной. Первый раз она проявила себя во время молебнов в часовне Ксении Петербургской. Там в песочек вставляют сотни и сотни, а то и тысячи свечей. И вот в сам праздник на эти подсвечники с навесом еще и накладывают множество букетов цветов. И вот эта стена цветов вдруг вся вспыхнула. Испуганные прихожане тогда начали молить о спасении святую Ксению. Вдруг эта стена горящих цветов отошла от стены и упала передо мной, перед молящимися. И вот сотни горящих цветов на снегу, такое, знаете, зрелище. И вдруг кто-то в этой тишине сказал, смотрите, Ксения опять своим грошиком потушила пожар. Да еще где? В свои собственные часовые. В то, что блаженная Ксения спасет и поможет, жители Петербурга верили всегда. Не в ее силах было уберечь город от революции и войн, но в любые времена она старалась смягчить боль, утешить, вернуть надежду. Как Ксения Петербургская помогала ленинградцам в страшные годы блокады? Какой талисман блокадник Павел Закутин хранит всю свою жизнь? И куда долгое время исчезали плиты с могилы блаженной Ксении? 8 сентября 1941 года. Немецкие войска захватывают Шлиссельбург. Город на Неве оказывается полностью блокированным в суше. Артобстрелы уничтожают склады с последними запасами продовольствия. Начинается почти 900-дневная осада Ленинграда. 2,5 года жизни в настоящем аду. Музей обороны Ленинграда. Здесь собраны уникальные свидетельства самого тяжелого периода в жизни города. Газеты, детские игрушки, фронтовые письма и фотографии. Удивительно, что они вообще сохранились. В 1949 году 37 тысяч экспонатов были уничтожены Сталином в связи с расследованием так называемого Ленинградского дела. Но и то, что осталось вызывает шок. Вот, пожалуйста, свидетельство о смерти тоже. Общая дистрофия. 15 лет ребенок умер. И везде дистрофия. Общая дистрофия. Люди умирали. Еще тяжелое время для Петербурга. Для Ленинграда того времени. Особенно страшно читать детские дневники. Вот 2 декабря поймали и убили кошку. 3 декабря съели ожаренную кошку. Очень вкусно. Это писал 10-летний ребенок Валера Сух. В блокадном Ленинграде оказалось почти 3 миллиона человек. Ежедневно несколько тысяч людей умирали от голода. Мне дедушка рассказывал очень много. И голубей ловили. Ну, конечно. Потом все пропали и голуби и крысы. Действительно жить было очень сложно. Вот это письмо пришло с большой земли. Вот написано уважаемый цензор человек который отправлял это письмо знал что письмо вскроет это только несколько ложечек сахару к чаю ленинградцу. То есть он туда вложил пакетик с сахаром и этот пакетик дошел до адресата не вскрыт. С каждым днем силы людей иссякали. Многим казалось, что надеяться уже не на что и тогда шли в храм. Даже в самое страшное время в Ленинграде не закрывались десять церквей. Вера в людях желает и несомненно. А кому молились известно? В Петербурге все конечно помнят и всегда в своих молитвах очень часто во всяком случае обращаются к Сене Петербуржской. Часовня долгое время была в уинах и во время войны не существовало. И тем не менее туда всегда ходили люди. Всегда. Особенно женщина. И она многим помогала и помогает до сих пор. Январь 1943 года. Немецким войскам так и не удалось взять Ленинград. Город решено уничтожить. Возобновляются бомбардировки и артобстрелы. Для обессилевших от голода жителей начинаются страшные дни. Особенно тяжело будет их пережить детям. Я смотрю, что вот здесь вам сколько лет? Наверное, 7-8, да? Да, что-то вроде. А, нет, это 1937-й написано. Ну, так вот. 8 лет. Я смотрю, вы здесь даже уже в такой военной одежде. Ну, просто уже хотелось быть. Отец работал в Адмиралтевстве. Мне, конечно, хотелось быть моряком. Не мне одному, а многим ребятам в Питере хотелось быть на флоте. Павлу Николаевичу Закутину исполнилось 12 лет, когда началась блокада. Родители погибли. Из квартиры, где жила семья, ребенка выгнали прямо на улицу. На меня приютила крестная мать. Ну, было совсем плохо. Это был апрель 42-го года. Было совсем плохо. Крестная делилась с маленьким Пашей своим пайком, но страшный голод давал о себе знать. Ребенок был совсем слаб. Женщина не переставала молиться о спасении. И она ходила часто туда на кладбище на Смоленске. Там отчасовая Ксения была женная. Однажды по дороге в школу Павел попал под обстрел. Снаряд взорвался где-то совсем рядом. Так довольно разворотило ногу. Вот. Я заметил свою кость. Истощенный организм вряд ли мог справиться. И крестная отправилась на Смоленское кладбище за землей с могилы Ксении Блаженной. Ее нужно было завернуть в бинт и приложить к ране. Крестная моя мать верила больше, чем я. Так скажем. Я был пионером. На бинт в мешочки на бинт положился. Но каким-то образом получилось так, что рана довольно быстро зажила. я стал ходить насколько можно было в то время. Ходить вообще, имея элементарную дистрофию на борту. Ту землю с могилой юродивой Павел Николаевич хранит по сей день. Я-то знаю, что это с могилой Ксении Блаженной. Что, разворачиваешься талисман, амулет. Ну вот земля. Даже плиты, которые клали на могилу, их разбивали, и плиты эти тоже растаскивали себе на святынки. Настолько люди верили в ее молитвенную помощь, верили в то, что то, что коснулось ее, так сказать, тело, оно освящено и, так сказать, будет приносить там, облегчение какое-то. Во время войны часовник Синий Блаженный была закрыта. Храм иконы Смоленской Божьей Матери использовали как склад, но святая все эти годы старалась, насколько это было возможно, сберечь свой город. А как во время блокады вообще, как вы считаете, людей объединяла вера? Была она и в кого верили? Вера и спасла людей, и спасла город от разрушения, и люди, те, которые остались жить, конечно, вера им очень сильно помогла. И люди приходили, даже изнемогая, приходили и молились. Вера помогала людям, в трудную минуту она объединяется. Как вы думаете, молились с Ксенией? Обязательно, конечно. Здесь нам рассказывают еще одну историю о том, как святая спасла людей от смерти. В блокадном Ленинграде незнакомая женщина неожиданно появилась в подвале дома, где прятались от артобстрела двое мальчишек и приказала срочно уходить. Тогда они едва успели выбраться, а буквально через минуту дома не стало. Точно дом разрушился и он эту женщину увидел, он запомнил ее, всю жизнь ее искал. И он говорит, когда по телевидению как раз после 88-го года канонизация Ксении Блаженной и ее как-то показывали по телевидению, какая-то передача была, и он увидел, и он сказал, так это же вот эта женщина с иконой, понимаете, он вспомнил. И он приехал сюда и рассказал это, это было записано. Почитать как святую Ксению стали еще при жизни. В 18-м веке люди верили, что молитва юродивой угодно Богу. После смерти Ксении началось массовое паломничество на ее могилу. И вот уже почти 200 лет каждый день сюда приходят десятки верующих. Самыми разными вопросами обращаются. Вот даже мы можем спросить вас. Здравствуйте. Откуда вы приехали? Здесь местный. Нам повезло, как говорится, мы местные. Хорошо. А вот вы пришли сегодня, что вы будете просить Ксению Блаженную? О чем? О здоровье, о детях или еще? Я хочу просить о детях там у нас. Дали ей помочь в строительной работе. Ей верят, на нее надеются. В почтительном умилении называют Ксенюшкой или даже матушкой. Ксения Петербургская стала для людей своей святой. С любыми проблемами с большими, с малыми, идут к ней как к матери, потому что знают, она обязательно поможет. Почему католики в Европе переходят в православие? Какие подробности жизни Блаженной Ксении нашел автор ее первого жития? И какую тайну святой хранит церковь на Смоленском кладбище? Разных людей, которые живут друг от друга в десятках тысяч километров, объединяет единая вера. Вера заступничество Блаженной Ксении. Помощь святой границ не знает. Мы здесь празднуем все праздники, Пасху, вот здесь ставим столы, все идем с заженными свечами, поем песни. Больше двухсот человек. Мы же оторваны от Родины. И вот этот кусок нашей Родины, это наш храм Ксении Петербургской. В немецком городе Нюрнберг в самом центре уже десять лет работает приход, носящий имя известный русской святой. Это здание это самый древний из служащих сейчас храмов в городе Нюрнберге. Это 12 век. И здесь вот на этом месте наверху города Нюрнберга, с которой место везен весь Нюрнберг, мы совершаем свои богослужения. Основала приход немецкая семья. Однако состав почитателей Ксении Петербургской многонационален. Преодолевая сотни километров, люди со всех концов страны приезжают сюда поклониться святой. Есть случаи, когда католики перехватили в православие именно в храме Блаженной Ксении. Я принял православие почти 4 года тому назад. Я шокировал немножко свою жену. Это было немножко много времени, но в конце концов это было немножко неожиданно для нее, но год после меня она тоже сама приняла православие. Здесь в Германии как и в России заступницу просят устроить бытовые дела, наладить семейные отношения и главное помочь исцелиться, когда надеяться уже кажется не на что. Моя очень близкая подруга Надежда и врачи поставили диагноз страшный диагноз рак четвертой степени и у нее были противопоказания страшнейшие ей нельзя было делать операцию вот но по молитвам она исцелилась то есть конечно и врачи ей помогли но молитвы были очень сильные и Ксения Петербургская тоже теперь является ее покровительницей Храмы в честь святой Ксении Петербургской есть в десятках городов по всему миру сотни людей в России Германии Португалии Финляндии Канаде приходят к блаженной а первую церковь которая до сих пор хранит память о Ксении говорят она построила сама но возможно это только легенда одна из тех которые сегодня можно услышать о Петербургской юродивой здесь живет внучка протеерея Евгения Рахманина который написал житие и акафист Ксении Блаженной задолго до ее канонизации возможно она что-нибудь знает дед Натальи Сергеевны еще в конце 19 века начал записывать рассказы людей о блаженной Ксении он знал о самых важных событиях которые происходили в ее жизни как он собирал информацию он служил священником 30 лет на Смоленском кладбище он узнал уже тогда она была известна это было до ее канонизации о тех чудесах что она совершала и написал ее жизнеописание в собрании Евгения Рахманина есть история и о строительстве храма блаженная Ксения действительно возводила церковь церковь иконы смоленской божьей матери она строилась в конце 18 века Ксении тогда было уже больше 60 лет смоленскому кладбищу подвозились материалы которые рабочие должны были переносить к месту постройки но каждое утро они видели одну и ту же картину кто-то за них перетащил все кирпичи оставалось их только уложить в стену она ночами носила кирпич там наверх и целая стена у этого храма построена рукой Ксении Петербургской это вот сюда она на кирпичи ночью таскала да это смоленский храм известный наш смоленский храм храм смоленской иконой Божьей Матери который был построен в 1790 году освящение главного престола было совершено а до этого вот как раз это время жизни Ксении Блаженной и она ночью поднимала по лесам кирпичи носила тайна умерла Ксения в 1806 году канонизирована была только два века спустя но все эти 200 лет люди обращались к ней как к святой придумывали слова молитвы писали просьбы прямо на стенах часовни и храма и мольбы оказывались услышанными недавно в шахтерском городе Кемерово недалеко от церкви Блаженной Ксении Петербургской начал бить источник температура воды в нем круглый год держится на отметке 4 градуса можно можно немножечко попить можно можно ей голову немножко побрызгать вот так лицо умыть и как с любой святыней с ней конечно нужно обращаться благоговейно эта вода зовется живой здесь говорят что в каждой ее капле сила данная святой Ксении она положилась на Бога он ей дал все что она хотела и думаю что любой человек который верит Ксении Петербургской и верит в Бога он в этой жизни не пропадет на могиле блаженной написано кто меня знал помянет душу мою для спасения своей души долгие годы люди исполняли этот последний завет не по необходимости по любви этом как к религиоз газ hin ás а decades Продолжение следует...